Висковую службу на весне 2019 года, напоминающийся Бачков Виталий Валентинович. Всем добрый день, висковый комиссар корабельного района, полковник Бачков Виталий Валентинович. Вы все знаете, что согласно указу президента Украины, с 1 апреля по 30 июня у нас будет приведен в Державе призыв на строку висковую службу. По результатам осени 2018 года, мы выполнили призов по району на 76%. То есть из 46 человек мы призвали, а если откровенно сказать, нашли, всего 36. Потуги очень большие по поводу призывной кампании, вы все знаете. Основной недолик это то, что люди просто и родители, и молодые люди, которые призывного веку, информированы немножко неправильно. Все думают, что их могут послать в АТО, но как такового этого нет. То есть никто призывников для ведения боевых действий в воинской чести не отправляет. Это раз. Второе, что хотелось бы сказать, это, ну не совсем, будем так говорить, налажена у нас работа со всеми предприятиями и непосредственно с керевниками предприятий. И в большей степени, я бы сказал, с головами ОСМД. Если в прошлом сезоне, в прошлом периоде мы их собирали осенью, я предлагаю в этом то же самое на марте месяце, или когда желательно, конечно, в этом месяце их собрать, чтобы они оказали нам посильную помощь в поиске призывников. Призывники меняют место проживания. Как правило, процентов 20-30 находятся за границей. Процентов 30 меняют адреса. И процентов 30 непосредственно перед призывом увольняются с работы. Там, где работают. Это исходя из практики. В итоге, план, который нам дан на этот период, 46 человек, опять же, столько же, как и осенью, остается на той же планке. Но, исходя из всех недоликов, с каждым годом у нас все сложнее и сложнее этот вопрос. Поэтому, хотелось бы, конечно, значит, первое, что военкомат к работе готов, а функция военкомата заключается в том, чтобы организовать оповещение призывников. Оповещение призывников организовано через подштампы и личным вручением. Там, где лично не было вручено, значит, передано либо родителям, либо соседям оповещение. И мы готовы принимать призывников. То, что касается органов власти, это, естественно, оказать, будем так говорить, помощь военкомату. Ну, согласно законодательству, все знают, кто отвечает за призыв. Поэтому не буду повторяться, но хотелось бы, чтобы все принимали в районе активное участие в призывной кампании. Хотелось бы, потому что, как правило, этим занимается исключительно военкомат. Но администрация тоже помогает. Валентин Леодиноч неоднократно приходил лично сам по адресам. Я скажу, что процентов 10 где-то дал положительный результат, когда администрация, непосредственно представители администрации, ходят по адресам и беседуют с родителями, убеждают в том, что действительно страшного здесь ничего нету. То есть, срочная служба. И хотелось бы, конечно, чтобы в последующем это было как-то более-менее налажено со стороны администрации. Тоже активная помощь. Какие-то группы были созданы, хотя бы по два, по три человека. Те, которые в районе знают людей, вас знают люди тоже. То есть, то, что от нас зависит, мы можем, будем так говорить, пока есть время, первой отправки. То есть, человека устроить, чтобы он служил именно Николаево, Николаево, Николаевской области. Потому что в дальнейшем уже будет сложно это сделать. План у нас 46 человек. В принципе, немного. Но, исходя из прошлого и осени, еще раз говорю, 50% не прибывает. Из 50% прибыло осенью 535 человек на обследование. Из них 389 получили законную отсрочку. Она у них есть. Кто учится, у кого семейное положение и так далее. 45 списаны по болезни, 7 судимых. 5 пошло по процессе, по здоровью. И в итоге мы набрали еле-еле, с горем пополам, 36 человек. Военкомат к работе готов, призыву готов. Проблема одна, бензин и помощь. Проблема одна, бензин и помощь, значит, Валентин Дмитриевич Алина Павлович. Определите социалью Валентиновича, дату 25-го, 27-го, 03-го, значит, информат совещания и собрать главку ОСМД. Согласовать формат совещания и в этом малом зале собрать главку ОСМД. Вопросы есть? Спасибо. Это просто информация, если нужна. В этом году обостряется эта ситуация у нас во всех с тем, что выборы. 1 марта, потом, очевидно, будет второй тур. Мы понимаем, что задействована вся милиция, которая могла бы нам помочь в розыске. Ну и кроме того, если вы слушаете внимательно предвыборную агитацию, то, допустим, один из кандидатов Огрыценко говорит о том, что вообще призывал, что он не будет делать, что он не будет делать. А, тем не речь. Все нормально. Это идет речь о том, что с родителями разговаривать сегодня очень трудно. Но мы будем это делать, будем ездить, будем формировать группу. Продолжение следует... Продолжение следует...